Сегодня мы начинаем цикл сюжетов «Непорядок», в которых будем рассказывать о том, какие есть проблемы в нашем городе, кто виноват и главное, как эти проблемы решать. Для юных жителей дома номер 6 на бульваре юности вот уже несколько лет игра на детской площадке не приносит радости. Почему, расскажем в сюжете. Если честно, эта детская площадка больше напоминает кинологический городок, а управляющая компания предлагает детям играть старыми автомобильными шинами. Представить, во что здесь можно играть, сложно. Несколько лавочек, которые исписаны вандалами, единственная горка и два десятка старых автомобильных шин. На эту площадку хотят много деток приходить, но возможности здесь играть нет. Хотела, чтобы новых горок поставили, качель, песочницу новую какую-нибудь. Колеса, конечно же, чтобы убрали. Это колеса вообще для машины предназначены. Это некрасиво и неправильно, потому что дети хотят играть, вот дома тут стоят, а детям негде играть. Поговорив с жителями соседних домов, мы выяснили, что игровая площадка здесь была. Пару лет назад ее разрушили, а новой не создали. Почему, спрашиваем у директора управляющей компании «Молодежная» Галины Власовой. Там был старый городок деревянный, он уже сгнил, пришел негодно. Хорошо, хорошо, убрали, да. А почему на месте старого городка не построили детскую площадку? Вопрос, мы с собственниками этих домов поднимали, для того, чтобы построить детский городок хороший, нужны большие деньги на это. Значит, у нас тарифи на строительство и на детское оборудование денег нет. У нас будут собрания итоговые. Мы обязательно с ними еще раз поднимем эту тему для того, чтобы в тариф включить эти деньги на приобретение детского игрового оборудования. Потому что туда нужно не менее 250-300 тысяч, это точно. Впрочем, оправдать можно все, что угодно. Если следовать букве закона, то детская площадка действительно относится к общему имуществу. И это значит, замена должна быть на средства собственников при содействии коммунальной организации. Управляющая компания должна взять на себя организационные вопросы. Надеемся, уже к следующему лету на месте пустыря появится новый детский городок. И мы об этом расскажем. Олеся Веденеева, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.